дорогие зрители сегодня у нас в гостях один из самых известных людей мира боевых искусств рамиль габасов исполнительный директор российского союза боевых искусств и вообще надо сказать это одна из моих любимых спортивных организаций вы наш частый гость вот когда родитель смотрит на своего мальчика ну или девочку и думает они привести ли его в секцию какую-то и вот что вы ему скажете как посмотреть на ребенка с точки зрения единоборств куда его вести во сколько лет с какими идеями родитель папа или мама должен привести ребенка в секции у каждого возраста есть свое предназначение поэтому многие стараются там с трех-четырех лет отдавать вот мое мнение это брана какие-то игровые плавать бегать это все возможно но в единоборстве надо все-таки когда уже лет там не знаю 8 9 в какую секцию водить все-таки надо у ребенка спросить ну вот же маленький он же не знает куда ему в карате или в кудо или там в тэквондо как же определяя я объясню что мы все люди и все разные вот и у каждого есть как говорится свой характер и то что нравится не нравится зачем человека заставлять чем он не будет потом всю жизнь заниматься но ведь воспитание это вообще насилие в определенной степени когда ты должен замотивировать своего воспитанника это ему в начале все нравится хорошо и весело потом то он должен прикладывать усилия вы же там тоже им как-то стимулируете процесс музыку мы не видим мы ее слышим и она в нас рождает какие-то чувства радости горечь эмоции эмоции на живопись мы не слышим мы ее видим и она тоже в наш в нас рождает какие-то чувства вот так как мы и люди и хорошее или плохое мы ощущаем только чувствуем вот хорошо нам или плохо также и в боевых искусствах если человеку нравится этот коллектив тренер процентов 80 70 зависит от тренера как он может именно этот фитилек зажечь или погасить вот и если ребенку нравится если ему там хорошо и он туда хочет и говорит я хочу опять туда надо это поддержать если же философия правильно у вас много ее вас путь воины спортсмены так далее нам-то обычным людям что-нибудь порекомендуйте такое чтобы мы легче переносили испытания может как-то выстраивали свое внутреннее мироощущение более продуктивно есть какой-нибудь такой хитрый философский совет от сенсея нет абсолютно ни одной ситуации с которой мы бы не нашли выхода а бывает у вас приводят парня и прям вот видно что он прирожденный боец или вы может быть специально образом отбираете тех кто более такой нет нет селекция она она проходит как и и в жизни а вот также и в секции бывают знаете такие есть с рождения талантливые у которых быстро все получается вот он начал делать и он секции самый лучший но как правило вот по моему опыту такие ребята долго не задерживаются потому что им становится это неинтересно а попадать такие ну немножко у них трудно получается да вот эти они вырастают уже такими мастерами потому что они понимают что чтобы что-то сделать надо трудиться а у вас как было ну ну примерно тоже так же не все сразу не все сразу любимые удара есть то что вот вы прям думаете да что ж такое когда же ну то есть какой-то определенный период времени здесь если рядом есть такой человек который может тебя поправить вот и который наверное в первую очередь объяснить чтобы добиться чего-то вот много будет неудач и если ты готов преодолеть их тогда ты будешь чемпионом рсб и проводят несколько крупных мероприятий такого всероссийского международного масштаба одно из самых знаковых это битва чемпионов вот буквально на днях она была в очередной раз и слава богу коронавирус не помешал вы меня приглашали в прошлом году я была первый раз на битве чемпионов и я удивилась разнообразию единоборств и меня некоторые действительно поразили и вот например ушу сань да жесткая штука честно говоря я не ожидала и наш спортсмен победил титулованного китайца но просто вот взял и вырубил вынес просто у меня вопрос как так получается что ушу сань да за какие-то 15 лет которые она развивается в россии может быть даже меньше мы достигаем каких-то невероятных высот и бьем в прямом смысле основателей а есть виды спорта наши любимые игровые где мы всей страной болеем и не получается почему-то каждой семье в родители заинтересованы чтобы если это мальчик или парень мужчина он должен обязательно каким-то боевым искусствами защитник до защиты нас это обязательно где мы где ушу сань да но почему не ушу сань да мы первые а например в футболе мы ну далеко не первые ну что это такое эти виды скажем так не зародились там 10 лет 15 лет у них есть большая история как и у нас в стране боевые искусства национальные виды вот они тоже имеют очень большую историю и они самое главное живут в народе вот живут ли они в народе или все-таки это такое немножко искусственное образование когда мы подтягиваем борьбу за вороток русские рукопашные бои ну и скажем так и реставрируем их это надо вообще делать конечно конечно те народные традиции которые заложены нашими предками это это живет народе узнаете вот к примеру праздники проводят в разных республиках по национальным видам да и если так вот посмотреть сказать что эти виды там они уже наше время они не нужны но вот прикладной точки зрения наверное да да но это по всему миру какая бы ни была национальность но те виды которые живут в народе они должны быть потому что это традиции ну могу даже сказать как директор государственного музея спорта и в юнеско объектом сохранения может быть нематериальная культурная традиция то есть в принципе игра или единоборство это может быть нематериальной культурной ценностью своего народа так что наверное да здесь надо сохранять реставрировать нежно это любить и показывать в конце концов выигрывают и это главное скажите пожалуйста как проходит вот в этот весь коронавирусный наш високосный год единоборства вы занимаетесь соревнуетесь выступаете какие ограничения какие вообще перспективы и планы когда это все мракобесия закончится и мы выйдем к светлому будущему это все понятно но насколько это все помешало или все таки можно жить и вот в таком формате мы даже в этот период организовывали онлайн трансляции вот провели даже конференцию онлайн у нас в российском союзе боевых искусств если соединить общий календарь всех федераций более полутора тысяч мероприятий в год проводится у нас только в российском союзе мы организуем около 20 всероссийских фестиваль фестивале на территории всей нашей страны на прошлой неделе закончились в тольятти у нас игры непобедимая держава но очень усеченно потому что есть определенные требования их надо соблюдать как думаете онлайн формат это возможно да мы мы провели и очень знаете хорошо у нас даже многие мастера зарубежные принимали участие тоже делились своим опытом показывали мы даже несколько таких схваток провели по разным федерациям то есть в принципе технически это может может иметь место когда раньше это может я думаю этот формат мы будем продолжать это очень удобно в том плане чтобы сейчас много стран закрыта и перелеты эти переезды они невозможны вообще верите в тренировку онлайн конечно 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 много тренировок практикуют онлайн тренировки там раз в неделю два раза в неделю и единоборство приспосабливаются к современным я думаю не только единоборство но и другие виды синхронное плавание на спине но будем надеяться что все скоро это закончится и вот раз уж мы заговорили разных регионах и планах и перспективах хотелось бы к нашей родной ульяновской области немножко поближе передвинуться мы один из опорных регионов рсб и проводим много мероприятий у нас сильные федерации есть показывают хорошие результаты и в ближайшее будущее мы также надеемся что рсб и будет уделять ульяновской области пристальное внимание как главная центральная организация похвалите да да я скажу что ульяновская наверно на каждом нашем мероприятии вот битвы чемпионов всегда какой-то спортсмен какого-то вида боевых искусств обязательно принимает участие но хочу сказать что как филиал он один из лучших дело в том что каждый год мы проводим и конкурс и отбираем 10 лучших филиалов и на протяжении вот этих лет ульяновский филиал является лучшим вот в эту десятку входит дело в том что любое начинание с нашей стороны или инициатива с их стороны всегда мы поддерживаем и они скажу скажем так и федерации и спортсмена ребята очень активно принимают участие и мы проводили в прошлом году первые всемирные игры тофиса но вот по боевым искусствам да это было большое событие и вы знаете я с гордостью хочу сказать что наши единоборцы они не только отличные спортсмены но еще и социально ответственные граждане сейчас вообще такой большой федеральный тренд на социальную ответственность когда если ты можешь помочь ты помогаешь и вот как раз наши единоборцы они такие в этом смысле очень активны не так давно у нас была большая акция донорство сдавали кровь потому что в связи с коронавирусом сильно упал приток доноров и донорской крови не хватало так вот мы собрали 230 литров крови и надо сказать что среди этой крови большая ее часть была как раз единоборцев это одно здорово что возможно то уважение которое воспитывается внутри федерации представителей боевых искусств она идет дальше и скажем так для общества играет вот такую большую роль и ценность и я знаю что раз бы российский союз боевых искусств вообще очень много внимания уделяют благотворительность и разным социальным акциям можете чуть-чуть об этом да мы в этом году выиграли грант министерство физик культуры и спорта и 45 регионам раздали ковры вот и я думаю что мы каждый год будем принимать вот в таких грантах участие и будем отправлять передавать через наши филиалы вот секциям школам вот в том числе и в этом году вот мы передали в ульяновской область дамы были одним из первых кто получили ковер спасибо вам большое и со своей стороны и готовы если каких-то регионах бывают такие случаи что нет какого-то вида какого-то тренера для развития но по если сказать по ульяновски у нас наверное представители всех федераций присутствует вы знаете мне кажется сейчас время еще такое для повышения квалификации потому что тренерские кадры безусловно нуждаются в совершенствовании ну как и все остальные тоже и вот в это такое смутное коронавирусное время на первый план выходят возможности как раз поучиться пока вот суть до дела пока возможности не в полном объеме мы можем свои реализовывать спортивные вот тоже я думаю надо нам нас с вами подумать и в следующем году усилить как-то работу по повышению квалификации среди тренерских кадров это вполне себе своевременно будет да у нас многими учебными заведениями есть такие договора где мы централизованно собираем по разным видам и также и в ульяновской области вот сборы и когда сборы проводятся вот ну к примеру даже мастер-класс по кикбоксингу и проводили мы ульяновский в рамках фестиваля тофиса вот я приведу несколько пример вот на площади была тренировка были установлены камеры почитали около двух по моему не соврать тысяч человек посетили тренировку и были ребята с разных секций григорий дрозд вот я знаю он даже ездил в районы проводил мастер-классы по да это была большая история мы с григорием приехали в сельскую школу это удаленное достаточно село крестово городище чердаклинского района и вот григорий дрозд туда десантировался и конечно это было такое но для детей невероятное событие когда чемпион мира очень известный спортсмен приезжает для них проводить мастер-класс он так все серьезно с большим уважением к этим детям которые не конечно ничего не умеют но тем не менее мне кажется после этого они там пополнили ряды единоборцев знаете самое главное что в этой беседе после тренировки или там мастер-класса чемпион мира рассказывает о своем детстве что он также начинал в деревне или там маленьком город для маленьком городке и стал чемпионом мира и такой социальный лифт вот и вот он окончил университет институт сейчас вот такие возможности и конечно это хороший путь для любого мальчика или девочки которая начинает заниматься любым любым видом спорта не только боевым а так ли это важно для единоборца ну например ульяновского стремится тренироваться в москве переезжать в другой регион абсолютно нет наверное такой надобности дело в том что те люди которые преподают там какие-то боевые искусства они очень высокого уровня все даже возьмем на у нас олимпийские чемпионы мира они все с регионов дело в том что эти мастера там есть и они передают свой опыт какие пожелания ваши как состоявшая состоявшегося сэнцея как одного из лидеров мира единоборства в российской федерации какие пожелания подрастающему поколению непосредственно ульяновским детям можете сказать вот что такого нужно пронести через за все годы обучения и может быть через всю жизнь чему вас научили единоборства ну я скажу знаете как нас учили всегда старшее поколение вот в первую очередь наверно такой лозунг знаете покидая свой дом защищай честь своего дома вот в этом заложено очень много всего если мы будем сидеть дома смотреть телевизор ничего в нашей жизни не будет происходить поэтому надо идти туда где страшно вот там победа вот и не искать как говорится больших ворот то есть настоящего воина ведет страх и возможность его преодолеть но победа знаете победа признания там где страх потому что страшно не только тебе но и всем поэтому не все идут да где страшно вот а там победа спасибо большое уважаемые друзья дорогие зрители с нами был один из самых титулованных спортивных деятелей нашей страны и мира единоборств рамиль габасов